От первых свитков к великой литературе. В Гачинской библиотеке имени Пушкина прошел круглый стол, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Если в прошлом году мы говорили об истории славянской письменности, очень подробно говорили, то в этом году мы подчеркиваем год литературы, мы подчеркиваем именно литературу. В настоящее время актуально само чтение. Чтение или не чтение? Если чтение, то какое чтение? Какой литературы? Здесь возникает следующая проблема и тема. Какую литературу читать? А какая литература действительно нужна современному читателю? По словам библиотекаря, сегодня у читателей снова востребована классика от Пушкина до поэтов Серебряного века. Любимы современниками такие писатели, как Пелевин, Водолазкин, Варламов, Прилепин. Всегда на пике популярности детективы и женские романы. Однако при таком разнообразии литературы количество читающей молодежи не увеличивается. Многие наши, особенно молодые люди, не умеют владеть своим языком. Даже есть такое понятие дизлексия, слышали, конечно, да? То есть человек не может сформулировать свою мысль. Приходит в библиотеку, он не может сказать, что ему надо. Вот это беда наша. Это беда, связанная с нечтением. Вот о чем говорил Бродский, что нечтение – это преступление. Особое внимание на круглом столе уделили и роли педагога. Во многом от его знаний литературы и умения заинтересовать зависит, будет ли ребенок читать в будущем или нет, и что будет читать. Вот есть это великое произведение, вот есть человек. Вот он подошел, постоял, развернулся и ушел. И в этой цепи еще должен быть учитель, не обязательно школьный учитель. Это должен быть человек, который сможет приоткрыть, втянуть вас туда, в это произведение, показать его величие. Со своей стороны в библиотеке всегда стараются пополнять фонды современными изданиями. В течение года здесь собирают тематические выставки, проводят семинары, организуют встречи с писателями и другие мероприятия, чтобы читателей стало больше. Продолжение следует...